Здравствуйте! В прошлом ролике мы порадовались за Кассандру наших дней Маргариту Симонян, точно пообещавшую нам и остальному человечеству создание конгломератом государств под названием БРИКС собственной обеспеченной золотом валюты, которая точно приведет к нашему процветанию под флагом устойчивого развития и гарантированному кирдыку ненавистного доллара. Туды я вов качель. Причем БРИКС валюта будет уже вот-вот уже. Мадам Симонян обошла стороной то, что почти все страны БРИКС с разной степенью остервнений уже внедряют, каждая у себя, но получается, что все равно хором, цифровые валюты своих центральных банков. Как эти действия соединяются в параллельно текущие потоки, мы с вами постараемся сейчас и разобраться. Примерно в 2011 году неназванные хакеры прослушали откровения мадам Клинтон, которая в частном разговоре сказала, что настоящей целью уничтожения Ливии заключалась в том, чтобы сорвать план Каддафи по созданию панафриканского банка с новой африканской валютой, обеспеченной золотом. Муаммар Каддафи действительно планировал некое сообщество в африканский БРИКС, но его самого и его страну мировое демократическое сообщество подвергло самому настоящему геноциду. Наши российские тоже отметились. Некто Медведев, будучи президентом, даже не удосужился поднять шум в ООН. Россия не выразила никаких даже слабых протестов, и Каддафи был растерзан толпой под работающие телекамеры, а его страна уничтожена. Межстрановая африканская валюта не состоялась. Будущий саммит БРИКС – это что, новая попытка? Типа всех не растерзаете? Гигантский союз, пышущий миром и любовью, собираются главы государств половины мира. Соединенные Штаты с их 13 авианосными группами, поджав хвост, нервно курят в сторонке. Макрона просто на порог не пускают. А Путина зовут, но он сам не хочет. И при этом каждый внутри себя внедряет цифровые валюты центробанков. Самое время вспомнить вот что. В разведшколах советского времени преподавали, что информация проходит шесть ступеней, последняя из которых – предполагаемая модель поведения, которая может быть всего трех типов. Действие, бездействие и маскировка действия, она же саботаж. То есть цель средств массовой информации – не истина, не правда, а призыв к действию, бездействию или к маскировке действия, оно же саботаж. Причем для разных групп населения этот призыв может быть разным. Все, что выдают официозные СМИ, без остатка попадает именно в эти три колеи. Теперь фактура. То, что не попадает в СМИ. После Второй мировой войны в Соединенных Штатах в фонде Роктеллера под руководством молодого Генри Киссинджера был создан проект специальных исследований. Задача проекта – выработать план действий по созданию в условиях существующих пословоенных реалий давно желаемого элитой мирового правительства. И второе – составить план таким образом, чтобы он мог быть продан американскому сообществу, как отвечающее его, американскому сообществу, интересам. В 1956 году отчеты различных групп проектов были сведены в книгу под названием «Перспективы для Америки». Книга обстоятельно объясняет, как пожертвовать национальными интересами Соединенных Штатов, если это означает возможность для Америки способствовать формированию нового мирового порядка. Это цитата такая витиеватая. То есть для американского правящего класса существование Соединенных Штатов совсем не обязательно. Будет выгода – продадут с потрохами. Ну а старый миропорядок, чем он плох-то был? После Второй мировой войны Соединенные Штаты производили и продавали половину мирового национального продукта. Живи и радуйся. Однако, мы, русские по духу, почитаем государственное управление как единственное возможное для больших пространств и больших масс людей. Иной вопрос, что нашим государством управляют плохо. Надо, чтобы управляли хорошо и все наладится. Такое у нас понимание. А у партнеров мнение на этот счет совсем другое. Они грежат об управлении не государственном, а орденском. Силами групп людей, сбитых обязательствами масонского типа. Но обязательствами по отношению только друг к другу. Народу здесь вообще не в счет. Народы при таком подходе – это сырье, ресурс. А государственные границы – досадные помехи. Для иллюстрации. Вот знаменитая картина Верещагина «Расстрел сипаев». Сипаи – это местная индийская жандармерия на службе англичан, взбунтовавшиеся полицаи. А бравые солдаты в красных мундирах – не королевские солдаты, а челка остиндийской компании. Да и повод к бунту был. Смазка винтовки сипаев и пропитка картонных патронов к ней содержали в своем составе животные жиры, в том числе жиры коров, которые, как известно, в Индии священные. При заряжении ружья сипаи должен был зубами надкусить верхушку патрона, часть пороха насыпать на специальную полку у ружья, а остальное шомполом забить в дуло. В самом мысли взять в рот останки священного животного... В общем, полицаи взбунтовались, но были подавлены. Итог на картине. Судили и уцелевших после сражения сипаев совсем не судьи, а должностные лица все той же остиндийской компании, потому как все колониальное управление Индии осуществляло не английское государство, а структура орденского типа, остиндийская компания. Солдаты этой же ЧВК стереглип с сынного Наполеона на острове Эльба. В общем, управление орденского типа известно давно. И оно совсем не сводится к обвешиванию бирюльками. Оно государство подмять может под себя. Государство того типа, которое существует по сию пору, оформилось после 30-летней войны в Европе всех со всеми, которое закончилось мирными переговорами, длившимся аж три года, которые мы знаем как Вестфальский мир 1648 года. Не все документы этих переговоров до сих пор опубликованы, и почти ничего не переведено на русский язык. Смысл этих переговоров состоял в разделе Европы на самостийное королевство с очень неравными правами, но с правом каждого короля чеканить свою монету и выбрать государственную веру. Подробности в прекрасной лекции киевлянина Сергея Разумовского внизу есть ссылка. Именно тогда и появился государственный суверенитет, к которому так стремятся некоторые из нас. К началу 20 века суверенитет позволил образоваться четырем империям германская, австро-венгерская, турецкая и российская, которые по самой своей природе были мощными, конкурентоспособными и слабо поддающимися внешнему влиянию. Для понимания дальнейшего стоит вспомнить недоброй памяти Бориса Абрамовича Березовского и его бессмертную фразу «Не надо покупать автоваз, достаточно купить директора». Суверенитет с суверенитетом, а государственная торговля никуда не делась. Все короли норовели повоевать, и у всех не хватало денег, которые издревле обеспечивало смешение сетей банков и торговцев. Структуры не государственные, а орденского типа. В XIII веке, например, орден тамплиеров имел в Европе сеть из пяти тысяч, по-нашему говоря, банковских отделений, которые обменивались между собой кожаными чеками без наличкой своего времени. Государства их громили, но они возникали вновь. Они могли покупать королей и устраивать к своей выгоде войны почти по-березовскому. Именно они профинансировали и разожгли две мировые войны. В конце каждой мировой войны орденские структуры бросали в почву семена структур глобального управления. В 1919-м это была Лига наций, а в 1945-м ООН. В книге проекте социальных исследований Киссинджера 1956 года это выражено витиевато. Смысл сводится к тому, что страны были недостаточно сильно принуждены к тому, чтобы передать свой суверенитет глобальным институтам. Стоит добавить, что Сталин частично перехватил управление ООН. Он ввел туда Украину и Белоруссию и продавил свое право вето. Глобалисты оказались в зависимости от Сталинского СССР, но не успокоились. Холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом и их работа. Одних пугали советской агрессией, других американской. Они заставили страны объединяться и присоединяться к одной из сторон для защиты. Это же произошло между Россией и Украиной. В книжке имени Киссинджера написано витиевато, но смысл сводится к тому, что страны не должны сталкиваться с сильной советской экономикой в одиночку. Они должны сбиваться в группы, чтобы ограничивать советское влияние. Потому что надо создать новую международную систему. Желаемый результат – мир, разделенный на меньшие структурные единицы, но организованные и действующие в общем усилии помочь развитию, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но то, что получится в результате, имеется в виду после победы над Советским Союзом, должно по книжке Киссинджера состоять из региональных институтов, находящихся под усиливающейся властью не особо афишируемых международных органов, объединенных таким образом, чтобы под непременным управлением этого органа быть в состоянии иметь дело с теми проблемами, которые отдельные страны не будут в состоянии решать в одиночку. Это цитата 1956 года. В 1921 году в Казани произошли учения организации со скромным названием «Объединенные города и местные власти» ОГМВ. Со скрываемыми целями, но с пропуском через границы Российской Федерации неизвестных до сих пор приборов и веществ. Получается, что ОГМВ – параллельная власть орденского типа. Страшная ковидность вирепствовала одновременно с Казанским съездом ОГМВ. То есть, как и указано в книжке Киссинджера, с их подачи проблему так и возникли. Создали такую, которую отдельные страны не будут в состоянии решить в одиночку. Из книжки. Структура таких региональных соглашений должна будет определяться в ходе внутрирегиональных консультаций. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны поощрять развитие таких региональных структур во всех областях свободного мира. Это конец цитаты. Как видите, по крайней мере с 1956 года работает программа разгосударствления мира и установления Орденско-гидомственного нового мирового порядка. При этом, если Гитлер, который нес свой новый порядок, не стеснялся записывать во враги своих оппонентов, Киссинджер и его команда в основном перекупают своих оппонентов. Так сказать, по модели Березовского. Не надо покупать автобаз, достаточно купить директора. Поэтому, чьих будут планы государств, которые съедутся навстречу в Южную Африку, и чего они хотят, каждый по отдельности, еще надо внимательно посмотреть. Ты чьих будешь? Чей колоб, спрашиваю? Возьмем Южноафриканскую республику, где все и будет происходить. Управящие в ЮАР партии Африканского национального конгресса были очень тесные связи с Советским Союзом, который их неплохо подкармливал в годы борьбы против апартеида. Россию они видят как продолжение кормящего СССР, а БРИКС воспринимается прежде всего как Китай плюс Россия. Блок стран, борющихся против сложившегося мирового порядка и за установление нового. Какого именно, никто толком не знает, но примерно так. Запад исчезает, Китай и Россия советского образца остаются, ЮАР будет иметь в этом новом мировом порядке такой же по весу голос, что и Китай и Россия. Чтобы не прослыть голословно. В 2014 году тогдашний президент Зума подписал с Россией соглашение о строительстве восьми блоков атомных электростанций, которому Южная Африка должна была заплатить за них неподъемную для страны сумму. Зуме доложили, что таких денег в ЮАР нет и не будет. На что тот ответил, что Россия никогда бы не стала требовать от Южной Африки возмещения долга. Слава Богу, сделка потихонечку сошла на нет. Так что сотрудничество БРИКС это не просто лебедь, рак да щука. Это стада лебедей, раков и щук, чьи интересы часто не ясны им самим. Из трех типов руководства к действию по модели советских разведшкол к информации вокруг БРИКС более всего подходит маскировка действий или саботаж, который тоже должен быть в чью-то пользу. Да к тому же злые языки говорят, что само учреждение БРИКС сделало руку одной из очень известных глобалистских группировок. Так что мне придется несколько охладить пыл Кассандры наших дней. Золотой валюты на августовском съезде БРИКС не произойдет. Добро бы наметить принципы согласования интересов стран, а не купивших их группировок глобалистов. Об этом в следующей серии. Даст Бог увидимся!